Заключительный последний вебинар и мы с вами сегодня будем разбирать вопросы, может быть какие-то вам непонятные вопросы, еще что-то, еще что-то, да. Для начала, конечно же, новички, дорогие новички, кто первый раз на вебинаре, поставьте в чат букву Я. Да, то есть это вебинар у нас длился, вот сегодня будет 15-я часть, да, и, конечно, не секрет ни для кого, но, наверное, новички не знают. Вот, Наташ, пока не могу сказать, идет переноска домена на новый сайт, наш проект купил новый сайт, более лучший, и сейчас идет перенос домена, именно поэтому, да. Вот, конечно же, записи я вам высылаю всех частей, может быть, вам будет казаться это много посмотреть, но за два года работы мы смогли сделать 200 тысяч баллов. Мы смогли сделать свою структуру, купить две квартиры, очень хорошо живем, и, в принципе, зарплата у нас уже более 100 тысяч рублей, я бы так сказала, да, в каталог. И, конечно же, мне бы вам хотелось сказать, что сейчас, на данный момент, да, я проводила курс, как мы начинали, что нужно делать, да, и как к этому прийти как можно быстрее, да. Вот, и пятнадцатая часть у нас с вами идет заключительная. На прошлом вебинаре мы поговорили, что такое перерегистрация, что такое терминация, да, что нужно быть честным с компанией и так далее, и так далее, да. В этот раз мы с вами будем говорить дальше, да, потому что это у нас уже заключительная часть, и мы понимаем, что когда мы работаем дома, без начальника, понедельника и будильника, нас никто не подгоняет. Но к работе нам нужно с вами относиться, соответственно, с первого дня, да, мы с вами выполняем все рекомендации именно практиков, что-то непонятно сразу спрашиваем, и что самый глупый вопрос – это незаданный вопрос. И огромное спасибо всем, кто задавал вопросы, всем, кто помогал мне проводить вебинары, да, я понимала, что вы меня слушаете, и мне было это очень-очень приятно. Мы с вами обсудили, что развитие личного бренда без рекрутинга у вас будет занимать очень долгое время, в плане несколько месяцев, да, пока вы раскрутите свой бренд без рекрутинга, это, конечно, намного сложнее. И мы с вами договорились о том, что мы рекрутируем, находим по одной регистрации в день, что это приоритет – находить одну регистрацию в день, чтобы ее найти, нужно делать охват не менее 300 человек. Чтобы вас не блокировали, мы с вами работаем с 12 страничек каждый день, 3 одноклассники, 3 ВКонтакте, 3 Фейсбук и, допустим, 3 Инстаграм, да. То есть делаем с вами такой охват людей, за что вас не блокируют, и вы работаете спокойно, да, вы продвигаете свой бизнес. Также мы с вами обсудили, что рекрутинг – это я не считаю спамом, потому что рекрутинг – это возможность людям дать новые результаты, новые вершины, новые возможности, новый уровень жизни, да. И, конечно же, самое главное, что я вас звала на бренд, да, чтобы вы начинали развивать свой бренд, как бы вы его развивали. И на самом деле его развивать очень легко и просто. Да, и усложнять, вот именно усложнять ничего не нужно. Рекрутируете, создаете ролики, создаете видео по своим результатам, открываете группы, да, под ролики на Ютубе скидываете ссылочки на свои группы, и группы своевременно все пополняете. Не делитесь в своих группах ссылками на сторонние ресурсы в плане чей-то чужой пиар, да, не делитесь там никакой чужой кулинарией, если вам хочется все-таки развивать бренд кулинарии или еще что-то. Копируем текст, копируем картинки, вставляем, чтобы этот статус был наш, да. То есть вот это очень важно, да, чтобы люди от вас не уходили никуда в группы и не сидели там, да, то есть вот. Костенька, но тут дело в том, что шаблон переписки с новичками создан, да, то есть и в принципе я считаю, что я обучила вас всему. Конечно, люди, которые любят усложнять и думать, что сетевой маркетинг это сложно, я вас разочарую. Сетевой маркетинг, в понимании это легко, просто нужно делать много одинаковых вещей каждый день. Кому-то это надоедает, а кто-то становится драгоценным директором, да, вот, смотря какая у вас цель изначально была. Самое главное, это нам с вами понимать, что директора обучают вас, потому что заинтересованы в вашем росте. Чем больше зарабатываете вы, тем больше зарабатывают ваши директора. И, конечно же, вы должны быть так же, как и ваши директора заинтересованы в вашем росте, вы должны быть заинтересованы в росте и в качественном обучении своих новичков. Да, и вот это вот заключение, которое мне бы вам хотелось сказать, это то, что нужно идти вперед, не сворачивать, и только тогда все получится. Что нужно дать себе три месяца активной работы, быть честной с компанией и развивая свой бренд, не устраивайте никакие сравнилки, никакие дебаты, ничего, и у вас будет надежный бизнес на года. Да, вот. Далее, что хочется сказать, да, если сравнивать наш бизнес с пирамидами, да, то мы создаем бизнес на года вперед, и мы никогда не сдуемся, не лопнем. Если сравнивать наш бизнес с работой по найму, то это неограниченный доход, у нас с вами нету полонки. Об этом мы с вами говорили на последнем, да, вебинаре, да, кто был на последнем вебинаре, поставьте, пожалуйста, плюсики, такая тишина в чате. Да, конечно же, нас никогда отсюда не уволят, вот, и наш бизнес с вами передается по наследству, и директора, конечно же, лично заинтересованы. Вот, скажите, пожалуйста, дорогие коллеги, наша сегодня с вами тема – это заключение, разбор вопросов. Мне бы очень хотелось сейчас от вас иметь обратную связь. Если у вас есть вопрос по работе, задайте его вверху в раздел «Вопросы». Если у вас есть, ну, просто какие-то выводы об этом курсе, напишите их под моим видео. Вот, я вас подожду секундочку. У кого уже был сайт? Смотрите, сайт сегодня переходит на домен. 27-го числа его можно уже будет начинать тестировать. Мы его раздадим между директорами. У нас с вами, конечно же, есть учителя в структуре, налоговые инспекторы, да, и так далее, и так далее, которые промониторят, все ли хорошо, все ли законно, все ли здорово, да, то есть мы с вами с директорским составом протестируем все ошибки, да, то есть у нас есть грамотные люди, мы с вами с директорским составом проанализируем удобность выполнения и все такое прочее, а потом уже дальше мы будем собирать открытый вебинар по новому сайту, вот таким вот образом, вот. Скажите, пожалуйста, кто прошел все курсы? Да, новый сайт уже скоро-скоро будет. Весь курс, да, прошли? Какие у вас результаты? Мне очень важно сейчас знать ваши результаты. Увеличилось ли у вас количество регистраций? Что вы для себя взяли тогда полезного? Раз вопросов я не вижу во вкладке «Вопросы». Ничего нету, с одной стороны радостно, с другой стороны, такое чувство, что на вебинаре никого нет. Скорее бы уже не терпится его посмотреть. Олечка, мы это все решим в чате директоров, я вам все расскажу, но не сегодня. Регистрации пошли, да? Да, и, конечно, вы знаете, я бы с вами хотела поговорить на такую щепетильную тему, что, конечно, на проекте работают люди. Да, есть люди, которые любят, грубо говоря, как вам даже сказать, да, чтобы никого не обидеть, да, есть люди, которые любят много мечтать, и вот они свою мечту растягивают на всю жизнь, да. Они упрямо работают какими-то своими методами, боятся освоить что-то новое, потому что они так привыкли, и неважно, приносит им это результат или нет. Так вот, люди, которые способны обучаться, это настоящие лидеры, это будущий состав, драгоценный элитный состав компании. Чья школа новичка будет на новом сайте? Николай и Андрейка, бот-школа. Ждали вебинаров как сериал? О, как я! Да, и, конечно же, тут хочется сказать, что наш бизнес очень похож на, в плане техники, да, не в плане чувств, а именно в плане техники, на конвейер, да, вот это мое очень такое личное, самое главное, это настроить рекрутинг, чтобы у вас получалось одна, две, у кого больше регистраций в день, да, вот, второй сезон, если новичок виден только в отчетах, как неактивный личный кабинет работает, заказ утверждается, подарка нет. Ириночка не поняла. Потом, может быть, после Доминиканы, конечно же, мы начнем заново все это обучать, да, что хочется, я начинала про конвейер, на самом деле, это очень серьезная тема, я ее с вами сегодня задену, потому что с новичками, с которыми мы встречались в Москве, я поговорила именно на эту тему. Ей девчонки очень хорошо растут, семимильными шагами, вот, и вы знаете, уже на 12%, хотя они пришли летом, да, это структура Ирины Менчиковой, там есть девчонки, которые просто поразили меня своим ростом, поразили меня тем, что, да, структура как раз вот спасенной, но мы с ней не виделись, да, и структура Менчиковой Ирины, вот. И вы знаете, самое интересное, что многие люди ломаются на том, что, да, вы приходите на проект, начали создавать странички, раз заблокировали, да, при рекрутинге, два заблокировали. Лидер может на этом сломаться. Ладно, лидер прошел через рекрутинг, наплевал, да, то есть такой конвейер. Лидер прошел через блокировку, наплевал, если, да, у него начинается второй тур испытаний, да, как вы понимаете, да, отказы, грубости, да, грубят, конечно же, мало людей, но все равно грубят, да, то есть если лидер не сломался, он прошел второй тур, да, вы это наблюдали, да, потом, значит, лидер учится находить регистрации, но не все начинают работать и не все делают заказы. На этом тоже человек или сломался, или прошел тур 3, да, вот о чем я с вами сейчас хочу поговорить, о конвейере, да, вот когда я смотрю, да, вот эти вот 3 года в сетевом маркетинге, да, это уже как бы есть какое-то, какое-то вот мнение о нем сложившееся, это мое личное мнение, да, вот, и через эти этапы на самом деле Наташечка вот тоже быстро растущий лидер летом, у Наташи тоже быстрый рост Наташечка, вот, кстати, да, вот, да, то есть не сломались, прошли, научились находить своих звездочек, да, начали с командой работать, да, и вот когда человек проходит все эти 3 тура, да, грубо говоря, этот человек уже начинает понимать, что наш бизнес, наш бизнес очень похож на конвейер, когда вы регистрируете людей и единицы из них выбиваются в лидерах, кто-то любит делать покупки и остается, да, а кто-то становится лидером, становится директором, и вы знаете, тут самое главное, я вас очень прошу, научитесь понимать людей и отпускать людей, потому что когда лидер на каком-то этапе сломался, значит, это не его, значит, он не хотел этих денег, да, почему у нас, грубо говоря, в мире 1% богатых людей, 99% мечтают о деньгах, почему, почему не все могут это сделать, почему я до 30 лет не знала, что такое сетевой маркетинг, и что тут на самом деле можно зарабатывать, да, кто-то не созрел, кто-то ленивый и не хочет вникнуть, кто-то слаб духом, да, понимаете, у нас, грубо говоря, бизнес-то мужской, бизнес мужской, тут мужики могут работать, а и мужики, они, да, вот, когда я чуть не сломалась первый раз, да, вот как девушка, меня очень хорошо поддержал мой наставник Николай Андрейко, он был со мной рядом, он помогал мне даже материально, он мне помогал даже материально, один раз это было, когда я сказала, все, я не успела заключить контракт, у меня кончились выплаты по декрету, моим детям нечего кушать, и он тогда мне перевел деньги, сказал, нет, потерпи, еще один каталог, давай я тебе помогу, я все понимаю, но у тебя будет хорошее будущее, если ты сейчас не сорвешься, не сорвешься и не уйдешь по найму, если ты уйдешь по найму, все, твоя звезда будет погашена, и вы знаете, конечно же, только человек, который вам доверяет, может вам поверить и остаться, да, и вот еще сделать один скачок, и вот таких людей, да, вот единицы, которые на самом деле стопроцентно доверяют своим наставникам, могут сделать этот скачок, могут поднажать, да, второй раз, когда я пыталась сломаться, меня уже поддержал мой муж, и не поверите, это было на уровне элитного директора, да, я уже входила в состав, подтвержденный состав элиты Фиберлик, ну, потому что я не успела до окончания выплат по декрету, не успела оформить ИП и получать зарплату, да, понимаете, потому что, как вам даже сказать, после прошлой компании, в которой я работала, я не особо верила в этот бизнес, но у меня была мечта и надежда, мечта и надежда у меня была, потому что, ну, просто хотелось кушать, просто хотелось свою квартиру, да, то есть вот что-то такое вот, да, Костя, конечно, попадаешь, вот, да, аж мурашки, почему, потому что это мои откровения, да, второй раз я чуть не сломалась на уровне элиты, когда я уже элитный директор, сколько ты директоров? Кто мне ответит на вопрос? Сколько ты директоров? Тишина, 9, правильно, Танюша, да, 9. Что же получается? Получается, что я посчитала статистику и очень сильно паляла. Смотрите, мы регистрировали примерно 40 человек в каталог, да, мы посчитали, что мы 26, да, каталогов на проекте, около полутора тысяч регистраций, а директоров в первой линии у меня всего лишь 9. И я такая говорю, боже ж ты мой, сколько работы было сделано, сколько людей ушло, через скольких людей, грубо говоря, вот мы переступили, чтобы не зависеть от них, и думали о благосостоянии себя и тех, кто за нами идёт, да, то есть вот это вот, 24 – это партнёр, Светочка, да, то есть, вы понимаете, вот тут как раз-таки, у меня и произошло какой-то сдвиг по фазе, я сказала, боже мой, у меня никто не работает. А мой муж засмеялся, вот сразу же, мгновенно засмеялся, я говорю, Тань, ты чё, с дуба рухнула, что ли? Я говорю, ты чё смеёшься? Говорю, у нас никто не работает, это какой-то кошмар. А он мне говорит, Ань, ты элитный директор, ты зарабатываешь 200 тысяч в каталог. Ты, говорит, понимаешь, сколько ты зарабатываешь, да, вот тогда ещё. И я такая села и думаю, боже мой, как хорошо компания оплачивает наш труд, понимаете? И вот даже, понимаете, даже у директоров есть какие-то в чём-то сомнения, какие-то моральные упадки, какие-то вот, да, даже директорам очень часто нужна, бывает, помощь и поддержка. Вот. И Анна красиво молчит, кошмар какой, не знаю, что ей посоветовать, да. Даже директорам нужна, бывает, поддержка. И получается, что, получается, что вот на самом деле, вот моё наблюдение о сетевом маркетинге в целом, да, вот за эти за три, уже, грубо говоря, почти за четыре года, потому что ещё в прошлой компании было год, создалось такое, что это конвейер. Вы приводите людей, вы их стараетесь, никого не разделяйте, да. Вот ко мне приходят всегда будущие директора, всегда. Я всегда думаю, что ко мне пришёл будущий директор. Я на него возлагаю огромные надежды, и я в него верю больше, чем он верит сам в себя. И это на самом деле так, потому что очень многие девчонки, да, которые выросли, потом говорят, слушай, я не верила, а ведь я смогла, да, я смогла. Вот, и понимаете, вот это счастье, когда человек смог, да, стать свободным, зарабатывать дома, это дорогого стоит, да, вот, на мою поддержку, да. Вот, спасибо, Костенька, да, это как бы, во-первых, да, то есть вы его качественно обучаете и относитесь к нему, к любому вашему очку, который к вам пришёл, как к хорошему покупателю, к отличному будущему своему директору и так далее, да, то есть вот это вот очень важный такой момент, что вы относитесь с первых прям минут общения уже уважительно, да, только человек к вам или постучался по бренду в соцсети, или вы его нашли в соцсети. Я вот лично ни в какие перепалки никогда не вступаю при рекрутинге, да, я лично никогда никому не грублю, да, единственное, что я могу часто теперь в последнее время запрашиваю, напишите свой рекномер, я тогда вам дам информацию. Почему? Потому что очень много людей не с нашего проекта пытаются выудить различными способами информацию, да. Вот, висит что ли? У всех висит плюсики-минусики. И вот тут вот как раз мы в Москве с девчонками разговаривали, что весь наш бизнес, нормально, да, спасибо, весь наш бизнес это, грубо говоря, очень качественный конвейер, и он должен быть, как даже сказать, хладнокровным, да, то есть вы не должны переживать за каждого человека, который к вам ушел, пришел, вы не должны брать негатив на себя, да, то есть смотрите, и, конечно же, это не только конвейер, это еще и охрана, охрана своего бизнеса, и вот сейчас это самая важная, заключительная часть, что я бы вам хотела сказать, когда вы на страже, на страже своей структуры, своей построенной структуры, вот смотрите, допустим, вы отстроили веточку, все хорошо, и снизу появился какой-то пирамидчик, который, давайте их звать, вам нужно держать руку на пульсе и их удалить, удалить из чатов, удалить это всюду, да, если у вас есть свои чаты, вам нужно обязательно следить, чтобы все терминированные, неактивные, еще и пирамидчики там, да, то есть лидеры других сетевых компаний тоже были удалены, да, то есть вот тут нужно обязательно думать, то есть вы их не удаляете из контакта, но особый контроль должен быть, чтобы они были удалены из групп каких-то ваших закрытых, из чатов, где вы работаете, общаетесь по работе и так далее, и так далее, да, и вот на самом деле сейчас мне хочется в заключительной нашей пятнадцатой части сказать, что это конвейер для хладнокровных людей, которые умеют радоваться за свою команду, почему хладнокровных, у которых нету зависти, да, только человек доброй душой, добрым, добрый сердцем может радоваться за результаты своих директоров, за то, что им начали приходить регистрации, за то, что они открыли уровень 3000 баллов, 5000 баллов, потом серебро, золото, да, рубина, бриллианта, и только сильные люди могут перенести успех своей команды здорово, и понимать, что чем выше ваши люди под собою, тем выше вы, и самое классное, это когда, если вас обгоняет ваш новичок, да, по званию, это должно восприниматься как высшая награда, как высшая награда свыше, когда ученик превзошел учителя, это самое суперское, что может быть, да, это самое классное, это самое крутое, да, и когда мы начинаем строить веточки, когда мы начинаем строить веточки, мы очень часто говорим, а, вот это меня поджало, вот это меня догнало, да, она мои выплаты забрала, и вот тут начинается нерост. Вот это самое, вот это самое главное, такая вот, извините за выражение, но я это назову как есть, какашка, которая может жить в каждом лидере, и которую нужно испепелить, да, потому что с каждой веточки под собою в итоге вы будете получать 5% бонус, и он будет ваш без всяких маркетинговых разниц, понимаете? Вот, самое главное понимать, что вы должны вовремя успеть открыть новые ветки. Давайте с вами порисуем прямо на этом слайде, потому что слайд я не подготовила. К примеру, это вы, да, о чем мы с вами говорили, да, вы, допустим, открыли директора. Если вы директор, и под вами директор, да, вот таким вот образом, и у вас нету больше ничего, да, то есть вы получаете 690 рублей, если взять цены в России. Все это знали, поставьте плюсик-минусик. То есть если вы строите одну веточку, или вам наставник отстроил одну веточку, то это значит, что у вас есть одна крепкая директорская ветка, а не кто-то там вас подсидел, и вдруг вы вышли на 23%, ух, они какие там нехорошие, да, съели мои деньги, нет. Если у вас будет веточка, или 2, или 3, которые будут суммарно составлять 2000 баллов в бок, вы выходите, открываете квалификацию старший директор. Но самое хорошее построение, да, самое лучшее построение, да, вот просто в компании Faberlico замечательный маркетинг план, тогда вы можете работать, строить цепи, и не бояться, что кто-то придет у вас, да, и ваши деньги заберет. Никто не заберет. Вот за этого директора, верхний директор, не будет никогда получать денег, пока вы не, пока он не отстроит 2000 баллов в бок. А если он отстраивает 2000 баллов в бок, его оборот 5, получается 5000 баллов, и вы, да, как награда, вы тоже получаете отличные бонусы, да. Вот, это первый вариант. Самое выгодное построение, это когда вы сначала строите совместную веточку с наставником, вы провели 3 активные регистрации веточку наставника, и потом наставник тоже уже понимает, что вы можете работать, вы не сломались, да, сначала на создании страничек, на блокировке, на рекрутинге, на том, что от вас уходят ваши лидеры, и вы уже можете взять на себя ответственность за свою команду. Поняли, зачем нужны эти 3 активные регистрации? Вот, да, это совместная, правильно, правильно, Саша, спасибо, спасибо, да. То есть, ваша совместная веточка, она идет у вас вместе с вашим наставником. И в этой веточке вы должны вникать во все. Как ваш наставник организует чат, что он там пишет, как он разговаривает с командой, какие ответы на вопросы он дает, какие вопросы он задает, да, то есть, какую инициативу ваш наставник там проявляет, чтобы чат был дружным, да, вот это очень важно, дружба. Вот на вебинаре Оли Пениной, Оля очень правильно сказала, что дружба может быть и международной, и самое главное, чтобы она была, и тогда у вас будет крепкая команда. Да, вы провели 3 активные регистрации, вы открываете свою веточку, да, но обычно ветка наставника, она быстро выходит, да, там, примерно процентов на 6, да, а у вас еще, к примеру, 0. Ну, пройдет второй каталог, да, начинается второй каталог, вы начали регистрировать, также, да, это вы, это веточка совместная с наставником, НС я напишу, и ваша веточка начала расти. И в будущем, да, вот, если взять вот этот вот пример, где галочка стоит, да, нижний пример, в будущем, когда веточка наставника, да, давайте я вам рисую картину, получим, допустим, будет 12%, ваша веточка, к примеру, будет 9%, следующую веточку нужно срочно открывать, чтобы, да, и она у вас будет на 6%, и еще одна веточка на 3%, вот это вот самое выгодное построение до драгоценного директора, да, то есть мы сейчас с вами видим путь, эта ветка потом будет директором, да, эта ветка, вот эта ветка уже будет потом на 12%, да, и так далее, и у вас постепенно в вашей команде начнут открываться новые, новые директора, и вы становитесь драгоценным составом компании Faberlic, да, вот, и когда вы выращиваете 3 таких ветки, и у вас есть 1000 минимальных баллов в бок, то у вас компания возит за свой счет в разные страны мира. Скажите, пожалуйста, сложно ли это в понимании, да, вот, если вы пройдете все вот эти вот сложности, да, через которые, да, проходят все директора, да, то есть через этот вот конвейер, через эти вот этапы, да, этапы становления предпринимательства, это у нас с вами, да, как бы называются, да, вот, конечно же, вы получите награду такую, как гордость за себя, зависть окружающих, да, то есть похвалу от команды, самое главное, тут на самом деле не бояться, что ваши люди под вами растут, нужно за них радоваться, да, и, конечно же, не на всех проектах такое есть, что вы приходите, и у вас есть совместная ветка с наставником, да, но есть у нас на проекте люди, которые растут абсолютно одни, вот, абсолютно одни, да, то есть их сопровождают, и вот такие люди говорят, меня бросил мой наставник, он меня не обучает, у вас у всех есть директора, и директора вам с легкостью будут высылать задания, и вы никогда одни не будете, у вас есть чаты, командная практически круглосуточная поддержка, где вы можете задать вопрос. Нет, веточки не все совместны, с вашим наставником у вас одна совместная веточка, одна, а с вашими новичками у вас уже, да, то есть к вам, когда ночки приходят, они также отправляют в вашу ветку три активных человека, да, вашу совместную веточку с ним, а потом уже идут отстраиваться. Да, вот Костя, допустим, растет самостоятельно, да, Елена Лебедева растет самостоятельно, но у нас очень много людей, которые, вот Екатерина Соская, да, старший директор, она тоже растет самостоятельно, да, то есть под нее никто не регистрировал людей, да, то есть она уже вот скоро серебро вот будет открывать, да, то есть вот, понимаете, очень Анюта Атамазь, да, серебряный директор, очень много на проекте примеров, где директора абсолютно выросли самостоятельно и очень ценят свою команду, свой труд и понимают, как это сложно. И, конечно же, на проекте десятки людей, под которыми одна ножка, одна ножка на 23%, которая потом не отстраивается в бок, а потому что им кажется это сложным, да. Я думаю, все видели ролик нашумевшей девушки, которая воевала, да, забыла, как ее зовут, такая светленькая девушка, да, которая воевала с компанией Фаберлик, что вот она там, ей наставник эту ногу вырастил, она такая крутая, а где мои 30 тысяч, да, то есть это человек, который не вник в маркетинг план и на самом деле этот человек, да, 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 Настя, да, и этот человек пытался высарапать деньги, которые ему не положены, так как он не работал, он просто шел по стартовой программе, да. Покупателям, конечно, в нашей структуре тоже выгодно. Они на свой заказ, так же, как и мы, бизнес-партнеры, да, все получают 23%, если их, да, мы их вырастили, они тоже получают по 23%, то есть они сделали 50 баллов, они получили 690 рублей за это, да, но это покупатели. Покупатели и люди, которые работают через интернет, строя свой бизнес, да, это абсолютно разные вещи. Нет, Костя, его, по-моему, уже удалили с YouTube, потому что, ну, девушка плохо умеет считать, и там очень много ошибок именно в счете, да, то есть по математике, вот, поэтому мне кажется, что она его уже удалила, а даже если оно есть, уже оно старое, да, оно старое, это видео. Да, вот, и понимаете, тут сейчас суть в том, чтобы вы поняли, как вам выгодно строиться, чтобы вы хорошо зарабатывали. В начале курса я всем показывала кабинет, моей дочки, да, сейчас у меня дочка выходит на директора, но, если честно, она немножко рекрутирует, там, помогает мне картиночки создавать, но, конечно, обучением структуры занималась я, и там очень сильные лидеры под ней, да, вот такой вот у меня ребенок удачливый попался, да, то есть вот, и что хочется сказать, у нее три ветки было по 9%, и одна ветка у нее была 6%, и она получала свои 20 тысяч, да, то есть три ветки по 9%, и одна ветка по 6%, то есть у нее было 4 ветки, вот, и она уже зарабатывала 20 тысяч, и вы по 19%, сейчас уже по 23% у нее получается, и вы должны сейчас понимать, что когда эти ветки по 12% вырастут, так как там крутые лидеры, там на самом деле крутые лидеры, она станет золотом, да, она станет золотым директором, да, и этот путь был проделан во время лета, во время лета она то на 40, то на 140 баллов она все время прирастала, и потихонечку она пришла к 3 тысячам баллов, да, вот ей сейчас 60 баллов не хватает, но еще не конец периода, она 100% откроется, да, то есть что получается, тут не то, чтобы повезло Кате с родителями, а то, что Катя мыслит позитивно, мы учим Катю мыслить позитивно, к чему я этот разговор завела, да, к тому, что Катя понимает, что в жизни трудностей нет, почему их нет, потому что рядом с ней ее родители, да, то есть Катя всегда позитивная, она никогда не негативит, там не бутнит ничего-то, она именно смотрит всегда вперед с надеждой, знает, что она счастлива и будет счастлива, да, то есть мышление успешных людей, которые мы как раз начали в нее вкладывать, когда она еще, ей было еще тогда, так, минуточку, 4 года назад, да, то есть ей еще было тогда мало лет, и она еще не была крутым подростком, да, как сейчас ей скоро 17, да, она тогда еще была девочкой, которая хорошо учится, прилежно учится, которая умница, красавица, отличница, там, да, в танцевальной школе, там, физкультура, там, лыжи, все, она брала все, художественное она ходила, на фото, кружок, в общем, все, что не есть, моя Катерина все собирала, просто талантливый ребенок, да, и вы понимаете, когда ей потихонечку, я начала менять ее мышление, понимая, что я ее неправильно до этого учила, да, вот отучишься, получишь образование, и пойдешь работать, да, как меня учила моя мама, и я, конечно же, не желая сладь своему ребенку, я тоже ее учила, пойдешь работать, пойдешь работать, да, а теперь мы ее, да, как бедный папа, на самом деле, а теперь мы ее потихонечку начали переучивать, и, конечно же, ее мышление, как раз-таки притянуло к ней вот этот вот успех, и она что-то делает, да, какие-то шаги к этому успеху, начала рекрутировать, начала работать, начала спрашивать маму, можно мне идти 20, да, то есть вот можно я их себе возьму, да, то есть вот я говорю, давай тогда сначала учись, мы тебе откроем ОП, пожалуйста, говорю, на день рождения сделаем тебе подарок, будешь получать, но, говорю, сначала ты мне должна научиться помогать ежекаталожно, хотя бы, говорю, по 2 часа в день, чтобы ты, говорю, мне помогала, рекрутировала, обучалась, тогда только, да, то есть, конечно же, мы сейчас с вами, что я хочу этим примером показать, да, вот очень важно, да, в заключительной части поговорить о том, что мы с вами вносим в свою семью успех, который будет всегда с нами, если мы все препятствия пройдем и поймем, что сетевой маркетинг – это конвейер, это конвейер для хладнокровных людей, которые умеют радоваться, которые не умеют завидовать, и которые идут уперты к своей цели, то есть сетевой маркетинг – это одно и то же, и поэтому нужно быть морально сильным, чтобы каждый день повторять одно и то же, да, то есть, по идее, все это просто, вот, значит, вот, да, то, что мы начали ребенка потихоньку менять, и очень часто ребенок, потому что с детства, с садика, да, ребенку внушали одно, и тут ее начали тихонько поворачивать, да, поворачивать ребенка очень сложно, да, в подростковом возрасте куда-то вообще перевернуть, чтобы она послушала, они все крутые в этом возрасте, да, вот, и вот, на самом деле, когда мы начали в нее что-то вкладывать, она щетинилась и говорила, я на работу пойду, ты что ко мне пристала, да, то есть, вот, всякие вещи пыли, мама отстань от меня, сходит к бабушке, она жалуется, бабушка звонит, Аня, ты что там ее заставляешь делать, я говорю, да ничего, просто пытаюсь объяснить суть бизнеса, там, еще что-то, Ань, да какой бизнес, это ж несерьезно, я говорю, дорогая мама, как это несерьезно, если мы две квартиры купили, е-мое, да, то есть, вот, как бы, да, вот тут, как бы, вот был вот этот вот период, когда ребенку моему было сложно, да, у нее синдром отличницы, да, она любит, как бы, быть лучшей, ей было сложно перевернуть мышление, но мы потихоньку ворочали, да, ну и, конечно, взрослые люди уже все понимают и тоже могут внести в свое будущее, в будущее своих детей, в будущее своих, да, семей, да, вот, я думаю, всем будет приятно, когда ваши внуки будут говорить, у меня такая крутая бабка, да, да, вот очень приятно, если ваши внуки, да, на 18, там, на свадьбу могут от вас получить подарок, да, квартиру, допустим, вы можете своему внуку в подарок купить, да, то есть, вот это вот все обязательно, и когда ваши уже внуки, люди, не то что дети, да, внуки будут активно продолжать ваш бизнес, и вы будете знать, что вы это все сделали не зря, но, конечно, мышление меняется у некоторых людей очень туго, очень сложно, у мужчин в этом плане мышление меняется намного проще, чем у женщин, мужчина быстрее схватывает возможности бизнеса, вот это очень важно. Аня, вопрос насчет постов, Аня, ты создала группу, и все страницы прикрепляешь к одной, так, не совсем поняла вопрос, все страницы прикрепляешь к одной, нет, группу, я могу постить из группы на разные странички, а группу я на каждую страничку могу прикреплять, если статус удалили, я не настаиваю, я могу просто поставить рекрутинговый сайт через сократитель ссылок, но обычно я именно группу пытаюсь прикрепить, или какой-то статус из группы, да, не обязательно, то есть тут дело в том, что нужно разнообразие, не во всех страничках закреплять одинаковую группу, можно просто постить, постить посты, вот это вот важно, и вот, да, в проекте уже 10 месяцев, все приходит и уходит, загорается на пару месяцев, за это время так и не появилось стабильного одного человека, который бы со мной остался, Ириночка, лови волну, и у тебя не поймана просто волна, вот тут сейчас это нормально, есть такие люди, ты не одна, во-первых, поверь, что ты не одна, и нужно обязательно быть более старательной к людям, более внимательной к людям, но быть хладнокровной, ты расстроилась, допустим, что к тебе пришел человек, ушел, ты пустила в свой разум негатив, и говоришь, Боже мой, да что ж от меня все уходят, и вселенная тебе говорит, раз тебе это надо, я тебе это даю, и от тебя будут уходить все, тебе нужно внутри себя, именно внутри себя, я сейчас не чушь говорю, поменять мышление, и внушать себе постепенно, постепенно, что ты находишь только будущих директоров, что к тебе приходят классные лидеры на проект, что ты такая умница, красавица, и все у тебя хорошо, и у тебя твои новички умнички, все активируются, и так далее, и так далее, то есть ты должна то, что ты хочешь, постоянно визуализировать, постоянно визуализировать, посмотри, пожалуйста, запиши книжку, не поленись, если тебе на самом деле хочется быть успешной бизнес-леди, с огромными выплатами, посмотри книжку Джона Кеха, «Подсознание может все», она перевернет твое мышление, но прежде чем эту книжку почитать, ты обязательно почитай книжку, «Бедный папа, богатый папа», вот эту книжку я почитала около, где-то уже 4 лет назад, и вы знаете, она все перевернула в моей голове, абсолютно все, я начала по-другому смотреть, так, Аня, заинтересовавшихся стало больше, но когда перед регистрацией отправляю про турборост, сразу тишина, про турборост, я отправляю после регистрации, я, понимаете, Елена Потанина, да, голос нашего проекта, создала отличное видео, которое говорится уже перед регистрацией, что там вы сделаете заказ, можете идти по турборосту, да, и нужно говорить именно словами о заказе, именно словами, как я вас учила, сколько оплаченных заказов новичков у вас было в каталог среднем, вот сейчас признаюсь честно, первые два каталога, 54 регистрации, только трое сделали заказ, может быть для кого-то это будет шок, но я начинала очень плохо, я, грубо говоря, была самоучкой, я поняла, что нужно доносить про акции, про подарки, нужно это все рассказывать, что женский коллектив, женщины любят подарки, и они больше боятся упустить, чем приобрести, да, я начала именно работать более качественно, более лучше, начала рассылать письма, начала отрабатывать структуру, раньше не было вайбер, ватсап, телеграм, я о них не знала, я писала письма, я писала через сообщество, и так далее, и так далее, подарки это наше все, главное их преподнести правильно, так как рекомендуют преподносить их директора Ирина, поняла, вот, ссылочка, Кость, в шаблонах сообщений, ну ты что, ссылочка в шаблонах сообщений, сейчас я скину, а нет, спасибо, ага, все, хорошо, далее, значит, поехали с вами, разбор вопросов, наконец-то вы растаяли, вопросы начали задавать, а то тишина такая была, так, вот такая вот Ирина, у меня была статистика, так, еще мне в табличке, активного роста, доступ никак не откроет, Таня писала в личку, и в чате писала, но уже 4 дня молчок, так, Олечка, напиши мне в скайп, я Тане отправлю твой рекномер, чтобы она открыла, может быть, ты доступ запросила, не с гугл почты, а с Яндекс, или с Майл почты, она бы рада тебе дать доступ, да не может, именно с гугл почты надо запускать, так, Таня Лебедева, это сестра моя, я ей передам, Ольга Дерябина, только отпиши мне в личку, свою гугл почту, так, ВК на свою рабочую страничку, можно установить ссылку на свой сайт или страничку, могут заблокировать из этого, ВК на свою рабочую страничку, можно установить ссылку на свой сайт, через сократитель ссылок, если удалят, то уже не ставьте, да, то есть, там уже через пару недель попробуйте другой статус, Если у вас, Женечка, да, если у тебя, допустим, на страничке статус исчезает То вот это очень важно понимать, что тогда просто ставь что-то мотивационное Что-то мотивационное, классное и не пасти из чужих групп, а сама свой статус создавай Так, Екатерина Кузнецова, Андрейка И сколько нужно сделать регистрации в совместную ветку Ваша веточка, которая у вас самая первая, которую вы ведете в начале, да, вместе со своим наставником Вы туда проводите три регистрации Если наставник у вас неответственный и не регистрирует вам людей Значит у вас нет совместной веточки и вы просто сразу же открываете две ветки и ведете их Две ветки как минимум у вас должно быть на одном уровне, чтобы хорошо получать А лучше три ветки, а лучше три ветки на одном уровне, да Вот смотрите, если у вас будет, вот даже по правилам маркетинга плана Вы попробуйте посчитать, или у вас две ветки по 15% и вы директор Или у вас пять веток по 9% и вы тоже директор А выплаты абсолютно разные, в 10 тысяч рублей разница, там идет выплат Проплата, если будет, как у вас, три активных из 54 Катя, тут дело в том, что на второй каталог регистрации мне не хватило, по-моему, 80 баллов уже до 9% Потому что я начала доносить акции, у меня люди начали активироваться Я понимаю, что сейчас это очень плохая статистика Но сейчас на нашем проекте активируется балл с заказом каждый третий-четвертый Больше такой плохой статистики у меня нет Это было поначалу первые полтора каталога, когда я только еще пришла Я зарегистрировалась за неделю до конца каталога и каталог номер один Ну, во-первых, это было ноябрь-декабрь, да, то есть перед Новым годом, вот Я про заказ говорю до регистрации, обязательно до, не люблю перепись населения Очень не люблю Если лидер говорит, нет, я не буду, зачем он мне нужен? Я, может быть, через полчаса уже другого найду, который будет готов, а тот будет ветку тормозить Зачем? Когда будет готово, я только тогда регистрирую Так, еще вопросы Хочу вопросов Так, про платы, как у вас, три активных... Так, сколько человек должно быть в веточке? Инга, что значит, сколько человек должно быть в веточке? Чтобы она вышла на уровень директора, что ли? Ну, директор считает, это 3000 баллов 3000 баллов, сколько человек, да, или ты зарегистрируешь 10 человек, которые будут делать по 10 баллов Тогда это 300, да, 300 человек по 10 баллов, это 3000 Или ты зарегистрируешь 60 человек, но они будут по 50 баллов делать, это 60 Да, то есть, как я могу вам сказать количество? Тут, как вы умеете доносить? Вот я, допустим, когда созваниваюсь с новичком, я ему сначала рассказываю про привилегии заказа VIP Потом уже рассказываю про 50 баллов, а потом рассказываю про акцию новичка А про активационный заказ очень часто забываю говорить вообще в последнее время Вот, и, конечно же, лидер выбирает акцию новичка или 50 баллов в серединку 100 баллов делает, практически никто не делает первый каталог регистрации Но когда лидер видит сравнение большего, то на меньшее он идет легко Легко Вот Аня, вы сильный лидер, очень пробивной, настойчивый человек Я, наоборот, не настойчивый человек Я не настойчивый человек, я просто понимаю, что нужно работать и мне нужно зависеть от тех, кто от тебя ушел Вот, что я вам хочу сказать про конвейер, про сегодняшнюю нашу заключительную тему Вы должны это понять и у вас все получится Вот, потому что, как раз-таки, кто-то боится обучать, кто-то боится отказов То есть, не надо ничего бояться, не стесняйтесь получать большие деньги Не стесняйтесь, они вам пригодятся Вот Вот, Аня Васильевна, так, но в Арифлейме у вас не получилось Не получилось У меня не получилось Потому что я винила своих наставников в том, что они меня плохо обучают И что мой наставник ушел Да, то есть, что у меня наставник ушел Я это винила Я это Муж кричал, твоим Арифлеймом вся квартира завалена Говорит, что мы Да, то есть, ну, как бы пошел негатив Пошел негатив на семью, и я уже, как бы, поняла, что я не тяну Я не тяну, и я подумала, что сестой маркетинг – это не для меня Вот Ну, вот, как сказать Я считаю, что все-таки дело в наставнике На 50% дело в наставнике И на 50% дело в себе Почему? Потому что, вот, допустим, к нам приходят лидеры из Арифлейм Да, они там, допустим, были на 19% Они сюда приходят, и они ничего не делают Они сидят и ждут, пока им отстроят ветку Почему? Потому что они уже, им терапия нужна Понимаете? А кто-то приходит и делает, и в 5 раз выше звания получает, чем там, да То есть, терапия нужна, почему? Потому что люди перестали в себя верить Морально слабые люди, которые после падения не умеют встать на ноги Уметь встать на ноги после падения не каждому дано, поверьте Вот как вот девушка в юности влюбилась в юношу, да А он ее поматросил и бросил И она потом всю жизнь ревнует, да Там сходится, разводится, да Там еще что-то, еще что-то И провоцирует недостатки своего бывшего молодого человека Которого она безумно любила На того, кто сейчас с ней рядом Хотя он ее ценит, да То есть, вот то же самое сетевой маркетинг, грубо говоря Это бизнес отношений, да Обратите внимание, что это бизнес отношений Техники отношений и как бы Так Ирина, каждый делает по-своему созвоны У каждого есть своя изюминка Вот, поэтому не переживайте Если вы это делаете То вы все равно научитесь это делать по-своему И быть оригинальными Много возмущаются, что все равно получается вложение Нужно делать деньги Хотят сразу увидеть Трудно получается найти единомышленников На это я пишу один и тот же текст Всем и всегда Если они считают, что это вложение Зачем они пришли? Вот такой вопрос я всегда задаю Во-вторых, если они считают это вложением То пусть они понимают, что это не най, что это бизнес Это минимальное вложение Которое они на себя же измоют Избреют, издушат, изкрасят То есть это не вложение получается Это смена магазина Вот и все Я вот так, ну покрасивее, конечно Но вот эту суть Суть, вот что нужно донести Да Это не вложение Это смена магазина Так, Аня, стоит ли Так Аня, стоит ли продолжать строить ветку 6-9% Если ее некому потом передавать Активных консультантов нет Одни продавашки Стоит Стоит найти в эту ветку лидеров Лидеров, чтобы она уже потом на 23% у тебя не поднималась Не падала, не подводила твою квалификацию Стоит Стоит, но смотри, Оля Если у тебя, допустим, одна ветка И она вот на 6-9% А другая очень маленькая То, конечно, лучше всего вести две ветки Чтобы выровнять процентный уровень обеих веток Чтобы получать хорошие выплаты Потому что веточки должны быть наравне У кого веточки наставника вышли выше, чем ваши веточки Догоняйте, догоняйте, догоняйте Вот Оля ответила на твой вопрос У меня три ветки Одна из них 12% 12% это какая веточка? Совместно с наставником, да, наверное А остальные две веточки, поскольку Одна 9%, я так понимаю А другая 6%, я так понимаю Да Ну, Оля, отличное построение у тебя, хочу сказать На каком этапе ты начинаешь звонить? Танёш, я звоню тогда, когда чувствую, что нужен созвон Что у лидера начинаются возражения У будущего моего директора Начинаются возражения Вот Как тебе даже сказать Переписываемся Много Град вопросов Полетел Град вопросов Человек хочет узнать, но он сомневается и это чувствует Я говорю Вам удобно сейчас разговаривать? Я могу вас прямо тут в соцсети набрать Нет, мне неудобно Тогда я беру аудиозапись и записываю через аудиозапись ответы То есть нужно учиться быть мобильными Быть мобильными, надо учиться быть мобильными всегда Но это нужно спросить именно у наставника Именно у наставника Наставники, Светлана, да То есть наставники обычно сами решают этот вопрос У меня есть ветки, которые тоже упали Которые лидеры не подхватили И я не стала их сопровождать Потому что я не обязана сопровождать ветки лидера Если этот лидер сам не захотел взять эти ветки А ждет, что лидер их будет всю жизнь тянуть У меня есть веточка, под ней директор В ней есть директор Потом сначала старший Потом простой директор Потом в глубину еще процентные лидеры И вдруг самый-самый низ говорит А ты под нас никого не регистрируешь Почему? Я говорю Потому что вы ждете, что вам зарегистрируют Вам обучат, вам-вам-вам А вы-то почему не видите, что в вашей команде Есть люди, которым нужна поддержка Тут, конечно, если лидер не подхватывает новичков Думает только о себе, о своем росте И не понимает, что под ним настоящая живая команда Что под ним его будущие директора То директор вправе перестать регистрировать туда И регистрировать в ту ветку, где есть активные лидеры Которые готовы взять ответственность за свою команду сразу Вот это очень важно Анна, вы уж извините, накипело Я на 12% уже 6 месяцев Регистрации в интернете мало Поэтому решил все методы попробовать И начал распространять каталоги И рассказываю про работу Отлично Потом регистрирую Регистраций много, но никто не работает Те, кто пришел на продукт Они работать не будут Но они будут просто приумножать твою структуру Баллы, и тебе пойдут за них выплаты, Ириночка Вот, что еще хочется сказать, Ириночка Очень хорошо, что ты решила сменить вид деятельности Потому что, когда устаешь рекрутировать Начинаешь психовать У тебя кипит внутри Ты не понимаешь, почему к тебе не приход А вселенная тебе посылает И говорит на то, что ты желаешь На, бери И очень хорошо, что ты решила отплечься И заняться другим видом рекрутинга А потом, пожалуйста, вернешься на более удобный Это очень правильный подход Это качество настоящего лидера Который понимает, что у него что-то не получается И он не просто отходит в сторону И сидит, ждет У моря погоды и счастья в личной жизни А этот лидер меняет вид деятельности Порекрутирует там, порекрутирует тут То есть, какая-то получается свежесть в работе И энергетика уже наполняется чем-то новым Чем-то другим Работать наземные обитатели Не всегда любят Не всегда любят Потому что, Ирина Во-первых, тебя должны люди, которые на земле, уважать Как ты одета Как ты ухожена Как ты выглядишь Как бизнесмен Как ты преподносишь маркетинг-план Как понятно все это Как ты с ними считаешь Рисуешь эти кружочки Что вот ты вышла на 6% Да, там у тебя две ветки по 3% Да, что он зарабатывает Какие его выплаты Какие его выгоды Какие выгоды по ВИПу Да, кто-то делает, кто-то не делает Да, твое дело донести На земле работать глаза в глаза Не так Все не так Легко, как тебе кажется Что если ты человеку глаза в глаза посмотрел То он все Нет Это та же самая работа Через интернет Только надо ножками побегать А не сидеть на попе ровно Понимаешь Вот тут тоже очень важно это понимать Что ты сейчас набираешь покупателей Если ты не рассказываешь привилегии роста Привилегии бизнеса Если ты даешь каталог Ты не предлагаешь бизнес Ты предлагаешь продукцию Ты предлагаешь ассортимент То, на что ты предлагаешь То к тебе и приходит Это очень важно Но смена деятельности Это очень умный ход Так Ни тот, ни другой метод не работает Ну, Ирина, он и не будет доработать Я тебе объяснила Ты все равно упрямишься И все равно зовешь негатив В свою жизнь, в свое подсознание Понимаешь Директора, которые в этом же активном росте Преподают вебинары Они сделали свой результат сами Там не допускаются директора Которые сидят на халяву За счет своих наставников На процентном уровне Там именно директора Которые вложили труд в свою группу В свою команду Понимаешь И вот эти директора делятся Как они это сделали Ты не слушаешь ни их Ты не слушаешь ни меня Свое мышление повернуть Ты не захотела Да, то есть Ты не начала думать Ты все равно ищешь волшебную кнопку Волшебной кнопки нет Есть только волшебное мышление Которое тебе принесет успех Если твое желание Вот закреплено действием Оно даст результат Если ты желаешь обратного Оно к тебе не придет У тебя просто не состыковка Далее Хотя я уже 4 месяца Была на 15% Ветку отстраивала сама Но у тебя же получалось Почему негатив? Негатив пошел из-за того Что не терпится что ли? Негатив пошел Потому что тебе не терпится И ты Не пользуюсь Ни одним платным рекрутингом Ни одним платным Не пользуюсь Я люблю Я пользуюсь только RealSoft Рассылщик Авторассылка По скайпу Все Больше ничем не пользуюсь Серьезно Вот Ни за что не плачу Ну вот еще сайт мы купили Для проекта То есть Единственное Два платные вложения А, ну еще прозваниваем Структуру Да, то есть Автоинформер Да, то есть Это тоже мы оплачиваем Вот А так в принципе Платная реклама Боты, роботы Ничего Никогда Ни разу Ни на ютубе Мы не рекламировались Ну в общем нигде Далее значит Анна Как грамотно предложить Другие варианты Если человек Отказался От бизнеса Я пишу Отлично Тогда предлагаю Вам Экономить В дом Это тоже Своего рода Заработок Получать подарки Скажите Пожалуйста Вам удобно Посмотреть Видео про это Или Созвониться Со мной То есть Я могу Созвониться И все равно Человека Вывернуть На бизнес Если он Отказался От бизнеса Значит Он предварительно Про него Спрашивал У тебя Уже Есть и встомневающегося Человека На зазвон И кто знает Может это Твой будущий Бриллиант Так ведь И каждого человека Надо ценить Но не надо Перегибать планку И начинать Допустим Перед людьми Присмыкаться Ну давайте Я с вам Объясню Ну пожалуйста Сделайте заказ Там еще что-то Нет Бизнес Подход Деловой подход К людям Да Я тоже Сначала Завон Бизнес А потом Мы уже Предлагаем Дискон Тоже Все верно Все правильно Ну что ж Все Смотрю Вопросов нету Дорогие коллеги Скажите Тяжелая ли Для вас Тема была Заключительная Это восприятие Как Работу Как конвейер Хладнокровный Да То есть Это очень важно Сейчас понимать Что К вам люди приходят Вы ко всем Относитесь Одинаково Причем Я не обращаю Внимания На Грубости На первой грубости Иногда могут Грубить И идти к нам Фыркать И делать Да То есть А я обучаю Я танк Я танк Да То есть Поняли Поняли Я танк Я про Ну что ж Я была очень рада Что вы Ко мне Сегодня все Пришли 100 человек На вебинаре Целый час Просидели С мой старый Любимый Анекдот Конечно же Хочется вам Сказать Что успех Это максимально Использование Возможностей Которые у вас Есть Используйте Любую Возможность И она Как Не кстати Именно К нашему Сетевому Маркетингу Очень идет Пошли в магазин Возьмите с собой Визитки Каталоги Брошюры Да То есть Все 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 берите У меня полная сумка Визиток Всегда полная сумка Визиток Муж сегодня Ездил Забирать Заказ На такси Знаете Что он Сделал Он привел Мне таксиста И мы Его регистрировали Во У нас Уже Это в крови Понимаете В крови Вот Ну и давайте С вами Улыбнемся Разрядимся Это мой Любимый Анекдот Да То есть Очень хочу До такого Дожить Что Я могу Золотой рыбке Вполнить Любые Ее желания Очень хочу До такого Дожить Да Антоха Супер Он вообще Он с мужчинами Сейчас в последнее время Очень Много мужчин К нам пришло В команду Именно С земли Именно От Антона Он знакомится Со всеми подряд Да Мы тут даже Ходили К нам Приезжала Сестра У Антона Мы ходили В ночной клуб Так он там И то Человека Рядом за столиком Зарекрутировала Охранника Зарекрутировала Господи Расслабься Расслабься Ты на отдыхе Да То есть Вот мы Ну так Немножко отметили Новоселье Знаете Так это День рождения У сестры У сестры Было Ну все Вместе Решили Посидеть Да Тоже смешно Не может Расслабиться Даже на форуме Да Вот мы В Казани Когда собирались На застолье Кто Лидеры В Казани Есть сегодня Нет На вебинаре Он там Всех Официанток Зарекрутировал Всем Раздал Визитки Да То есть Он всегда Такой Понимаете Это уже все Это в кровь вошло Он понял Что нужно Постоянно Двигаться Вперед Постоянно Двигаться Вперед И понимаете Вот как раз Вот еще Что я вам хочу Сказать Самое классное Переборов Себя Поняв Что это Да Вот все Вот эти Вот возражалочки Которые мы С вами Да Сегодня Перечисляли У вас Войдет В привычку И это Будет Ваш Образ Жизни С растущей Зарплатой Что это значит Это значит Что вы не будете Замечать Что вы работаете Вы не будете Замечать Что вы Устаете Потому что Вы Уже до такой Степени Привыкнете Работать Что это будет Вашим Образом Жизни И вам Самим Понравится Видеть Как ваши Выплаты Растут А вы Работаете В удовольствии Да Волну Он поймал Конкретно Вот Да До уровня Старшего Директора Мне было Очень сложно Очень тяжело Но Когда мы Сделали этот Результат До уровня Старшего Директора И он Сел Дома Вот Тут Наступило Счастье Тут Наступило Счастье Когда Меня Поддерживал Муж И когда Я могла Сказать Так Антоха Я быстренько Сладис Оставлю На вебинар Давай Викусь Собирай Идите На улицу Он Шел на улицу Я быстренько Себинар Да То есть Потом он Приходил Он Садился Рекрутировать Я дочку Спать Укладываю Это Была Идилия С уровня Вот Пяти тысяч Баллов Когда Муж Сел Дома Я просто Я не знаю У меня голова От счастья Кружилась Если честно Я думаю Боже мой Это все Мое Позитивное Мышление Мне это Послано Сверху Я потому Что Это Звала Я об этом Мечтала Я знала Что это Когда-нибудь Будет Да То есть Полгода Я Грубо говоря Прострадала Проразрывалась Это Плита Это годовалый Ребенок Это Мамулька Которая Ни во что Не верит И орет Я разобью Твои ящики Да То есть Что только Не было Да И потом Оно Оно Понимаете Пройдя через Все сложности Вы даже Внутри себя Будете Уже себя Будете Чувствовать Сильнее Да У вас Уже Какая-то Мелочь Там Она Уже Вас Не сломает Потому что Вы себя Воспитаете Вы Воспитаете В себе Тот Характер Как раз Той Бизнес Леди Железный Бизнес Леди Которую Очень Сложно Сломать Потому что Уже Мышление Повернулось И оно Пошло И вы Уже Должны Да То есть Самое Главное Конечно При росте Не чувствовать Себя Начальницей Да Обязательно Чувствуйте Себя Наставницей Ответственной За свою Команду Но Понимаете Да Что к вам Приходят Взрослые Люди И водиться С ними Не надо И не надо От этих Взрослых Людей Которые К вам Могут Прийти Уйти Ставить Под угрозу Благозастояние Свою Своей Семьи И вообще Своего Будущего И вообще Своего Нового Образа Жизни Да Вот Анюта Ответьте Мне Так Ой 27 Вопросов Смотрю Да Так Я просто Сначала Зову на Бизнес Спасибо А где Ответить А где Ответить Я не вижу Вопроса Тамара Будем уже заканчивать вопрос Не было Я не видела Вопроса Вот На последний Вопрос Я ответила Может быть Тамара Написала Но не отправила Бывает такое Я тут тоже На Ючко Отправила Пятое задание Да Скопировала Вставила И пошла Довольная А новичок Мне на следующий День Пишет Анна Я Говорит Целый День Потеряла Я смотрю У меня Задание В окне Переписки В скайпе Висит Думаю Боже Мой Вот Бывает Бывает Такое Поэтому Тамара Продублируйте И мы Ага Так Ну все Давайте Значит Я желаю вам Роста Удачи Везения Во всем Вдохновения Чтобы у вас Все было здорово Круто Классно Не забывайте Что мы С вами Рядом Иду Во вкладку Вопросы Уже Сходила Да Спасибо Вам За внимание Обязательно Вам Желаю Удачнейшего Подтверждения Роста Чтобы у вас Все было Хорошо Чтобы вам Покорились Любые Дороги Любые Вершины И не забывайте Желание Закрепленное Действием Равно Результату Если Вы идете К этому Результату Вы Сами Собой Будете Довольны Вы Сами Собой Будете Гордиться Это в первую очередь Награда Была Для вас Самих Что вы Где-то Кого-то Смогли Перешагнуть И пойти Дальше Да Вот Это заключительная Часть Вебинары Окончены Да Сейчас На данный момент Вебинары Окончены И Я думаю Что я Рассказала Все Почему я Рассказала Все У меня Всегда Все было Просто Я не люблю Все усложнять Остальное Рассказывают Ольга Пенина Ольга Дубя Девчонки Нашего проекта Рассказывают Просто понятно Как провести регистрацию Как рекрутировать Как регистрировать Это все есть Все учения есть Я вам отвела Отдельный курс Именно потому Как я начинала Шаг за шагом Я вам рассказывала Именно Как я начинала Вот Запись Конечно же Будет Будет Вот в этом Вот файлике И я туда Все помещу Этот файлик Пожалуйста Добавляйте В закладочки И все У нас С вами Будет Хорошо Да Все Все Слайды Кончились Вебинары Кончились Всем успеха Я с вами Поделилась Может быть Кому-то Это покажется Версия Лайт Обучения Но на самом деле У меня Всегда Все было Просто В голове И я никогда Не любила Ничего Усложнять Да Понимаете Если вы Любите Все Поусложнять Конечно Можно на Ютубе Поискать Там Ох Сетевой Маркетинг Это так сложно Да не сложно Это Просто терпение Нужно Вот и все Терпение И делание Одно и то же Как раз таки Иногда Лидеров Может кинуть В какую-то Скуку В какой-то Да Вот еще что-то Да Когда нету Смены деятельности Вот и все Вот именно терпение В этом плане Терпение Когда вам Сотный новичок Задаст Один и тот же вопрос Который предыдущие Сто задавали А вы спокойно Отвечайте Вот где нужно Терпение Да Но конечно Тут Низкий поклон Всем вам Потому что 90% людей Пишут Аня Мне задают вопрос Меня теребит У меня такой же этаж Я так рада Мои новички Заработали Господи Спасибо Как здорово Да То есть Вот это вот Да Терпение И труд И ты Элита Нина Точно В точку В точку По любым По любым Или по любым Когда отвечу Не скажу Потому что Всякое бывает Да Но по любым Ну конечно Анна Мне тут задали Вопрос От сети Помогите Что ответить Такие вопросы Я буду игнорировать Потому что Это можно Задать В чат Дайте ссылочку На каталог Этот вопрос Можно задать В чат Да Там Скажите Пожалуйста По новосибирскому Какой часовой пояс Это можно найти Там В гугл Поисковике Подскажите Пожалуйста Как оплатить Заказ Это тоже Пожалуйста В чат Или На командный сайт Да То есть Вы должны Понимать Что Вопросы Должны Быть По теме И серьезными А все мелкие Вопросы Вы можете Все ответы Узнать В чате Смотря Какие вопросы Ну что ж Всем Все Видео